Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», пятая глава. В ней продолжается строенное изложение заблуждений людей, отвернувшихся от Бога, в отношении путей земных и путей праведников, которые своей преждевременной смертью, иногда по злодейству тех же самых прельщенных самолюбием и сластолюбием людей, являются обличением их подлинной смерти, хотя кажутся они себе живущими и довольными жизнью. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Тогда, когда завершается земная жизнь, после которой надлежит в страхе и трепете предстать всякому человеку предстрашным судилищем Христовым, и вот так, говорит, откровение надлежит человеку единожды умереть, и потом суд. И вот на этом суде, на котором страшно и уже непоправимо ужасно будет тем, кто земную свою жизнь не употребит для раскаяния, для обретения правды Божьей в сердце своем, тогда праведник и будет с дерзновением стоять перед лицем тех, кто презирал его и подвиги его. Они же, увидев, вот и спрашивают люди многие, увидим ли мы друг друга после смерти, да кто и с кем продолжит общение. А вот здесь откровение Божие свидетельствует нам о том, что злые, увидев праведных, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его, и раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе, это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчу и поругании. Как видите, в реальности будущего века, когда обнаружатся советы сердечные, когда произойдет то, о чем говорит апостол Павел в последнее послание Коринфянам, а ныне мы видим все как бы сквозь тусклое стекло гадательно, но тогда, когда придет исход времен, мы увидим все таким, какой оно есть, и о себе узнаем так, как мы познаны создавшим нас. Безумные будут раскаиваться бесполезно, не пожелавшие омыть душу свою покаянием и обратиться к Божьей премудрости. Безумные признают они сами себя. Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Все вещи приобретают совершенно другой вид. Оказывается, там, с высоти птичьего полета, под знаком вечности, смерть кажется жизнью, а жизнь оказывается смертью. И то, что казалось сумасшествием, оказывается высшим благоразумием, а хвалимая по-человечески хитрость, изворотливость, способность устроиться, оказывается безумием. Кончину считали бесчестную, а она оказалась мостом в жизнь вечную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? И так скажут они, и приводит это откровение, это слово для нас. Мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Неужели потому, что его не было? Нет, потому что мы не взирали на него, и, видя не видели, и, имея уши, не слышали. Почему так произошло? По причине умножения беззаконий иссякнет любовь многих, говорит Господь. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым путям, пустыням, а пути Господня не познали. Почему? Может быть, Господь не дал сведения о путях своих? Нет, есть одна причина — непознавание путей Господних, нежелание этого. Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием? То, за что ублажали люди друг друга, то, чем наслаждалась душа в краткие дни земной жизни, оказалось совершенно бесплодным и бесполезным. Все это прошло, как тень, и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стези дна его в волнах. Или, как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Страшно, обернувшись, увидеть за собою отсутствие следов своих. Страшно увидеть, что из того, что строилось, ничего не построено, потому что каждый строит из своего материала, выбранного им самим, кто из драгоценных камней, кто из золота, кто из серебра, кто из железа, кто из глины, а кто из соломы. Страшно впасть в руки Бога Живаго, оглянувшись на жизнь свою, увидеть, что в ней пустота, поскольку все то, что производилось в ней, служило исключительно моменту жизни временной, служило благу тленному, служило наслаждению суетному. Или, как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Беззаконие оказывается является истощением, как бы эманацией человека. Он в него истощается, он им беззаконием поставляет предел и вычерпывает свое собственное бытие, вместо того, чтобы вооружиться знаками добродетели, ибо они напечатлеваются и на челе, и на сердце, и на тех свершениях, которые остаются после человека, действующего по воле Божьей и ищущего служения добродетельного. Но это состояние ровно противоположное, истощенному беззакониями, таковый созидается добродетель. Добродетель есть высшая форма своего собственного созидания, и сохранения, и в жизнь вечную учреждения своего. И это столь яркий и могущественный пример способен и окаменелое сердце смягчить и расположить к покаянию. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Многих ли мы вспомним однажды зашедших или заглянувших к нам людей и навсегда оставивших наш дом, так и люди, явившиеся в этой жизни не для того, чтобы с Господом собирать, а праведники живут вовеки. Награда их в Господе и попечения о них уже не у людей, а у Вышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею, то есть всей силой своей. Царство славы обещается для презренных, для пренебреженных, для униженных и оскорбленных, для тех, чья смерть была в поношении и в насмешку, для тех, кто казался жалкими и понапрасну прожившими жизнь свою, лишенными удовольствий и блаженства. И вот для них-то и уготовано царство славы и венец красоты. Венец красоты — это самая красота, которая, как царская диадема, опускается на главу того, кто заслужил ее, тот, кто приуготовал свою главу к этому чудному воздаянию. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врагам. Мы уже упоминали, что свойства божественной любви еще именуется и ревностью, то есть великой подробностью и усердием в отношении к возлюбленному созданию своему человеку. Все победительные оружия и панацея от всех бед и лекарства, пригодные для исцеления всякой болезни, это божественная любовь к роду человеческому, которая и вызывает «Придите, вкушайте мой хлеб, пейте вино премудрости моей, приобщайтесь к той подлинной жизни, которую я премудрость приуготовила для вас». Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врагам. Все и в тварном мире подтвердит истинность в слов Господних. И отмщение враги получат от самого очевидного развития в будущем того, что привязывало их к себе. Ибо тварное изменит им. И, думая накопить богатство свое в сундуках своих, в своих сокровищницах, они окажутся облеченными самой тварью. Ибо там, где сгорит земля, там и все дела сгорят. И ужасно будет погибель Вавилона, города великого, о чем свидетельствует апокалипсис. И сколько золота, и дел человеческих, и душ человеческих, все погибнет в едином огне окончания мировой истории, но и окончание жизни каждого человека является непосредственным попаданием в преддверие этого страшного суда Господня. Таким образом, сама тварь вооружит к отмщению врагам, облечется в броню человек, богу послуживший, в правду и возложит на себя шлем нелицеприятный, суд будет готов к нему, возьмет непобедимый щит святость против этого огня всесожигающего, он не повредит ему, строгий гнев он и застрит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Тут и образ Христа, пришедшего во второе страшное свое пришествие, судить мир, а с другой стороны, достоинство всякого малого последователя господнего, того, кто после своей жизни столь презираемый людьми лживыми и богу противляющимися, получит подлинное величие во царстве небесном. Как говорил Господь, своим ученикам надлежит вам судить колено Израилевы. Обращался он к апостолам, которые по происхождению своему незнатностью, ни богатством не отличались, но надлежало им возойти в достоинство судей всей вселенной. Пронесутся меткие стрелы, молнии из облаков, как из туго натянутого лука полетят в цель. Не уклонится от видения молнии никакое око, не скроется от молнии гнева Божьего и обличения никакая душа. Целью будет каждая отдельная человеческая воля, каждое отдельное человеческое сердце, расположение которого не утаится в тот страшный час. И как из каменнометного орудия с яростью посыплется град, но это град не тот, который, закидывая камнями, может помочь кому-то уберечься от гнева Божия, ибо тогда будут говорить горы падите на нас и покрыти нас от гнева агнча. Но это та очевидность, с которой обличаться все дела века сего. Вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их, восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их, так беззаконие опустошит всю землю, то есть земля, как и души злых, изойдет, и это беззаконие превратит ее в ничто, и злодеяние испровергнет престолы сильных. Те, кто величались на земле, окажутся своей тленностью захвачены, низвержены, опустошены, и таким образом обезображены, они лишатся своего образа, временного образа довольства и величия, и тот ужас, который неизбежно ждет все отвернувшееся от Бога, все предназначенное к вечному блаженству, но возгнушавшегося им, и этот образ апокалиптический, несомненно, и предназначен для того, чтобы всякий потрясенный этим образом будущих событий пришел бы и к тем истинным делам и свершениям сердечным, которые именуются поиском истины, обретением премудрости и утверждением в добродетель.